Приветствую, братья и сестры! Я буду проповедовать на Евангелии, текст из Евангелия от Матфея, 16 глава, 24-27 стих. 16 глава, 24 стиха. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою изберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Слова, которые хорошо известны нам, слова, которые глубоко в нашем сердце живут, потому что в Иисусе Христе мы обрели Спасителя, новую жизнь. И мы идем за Господом, и до ныне мы еще видим Господа впереди, радуемся благодати Его и благодарим Его за каждый прожитый день. Господь наставлял учеников, наставляет и нас сегодня о том, что кто хочет служить Ему, кто хочет идти за Ним, должен себя отвергнуть. Нужно сказать, что в то время было немало желающих идти за Иисусом Христом, но Иисус охлаждал их пыл, видел, что их сердце не готово. Были разные причины, заботы житейские, суета, но когда видел Господь сердце, которое предано было Ему, которое хотело служить и жаждало спасения, Господь с таким начинал диалог и с душой Его начинал работать. «Отвергни себя, Господь сказал, кто хочет следовать за Мною». Это самое главное, что нужно сделать верующему человеку. И делать это нужно постоянно. Это в Слове Божье называется «бодствовать», со страхом и трепетом совершать свое спасение. Почему это важно для верующего человека? Потому что в его естестве есть ветхий человек. Это то естество плотское, в котором не живет ничего доброго, говорит Слово Божие. И его способность склонять нас ко греху, к нечистоте помыслов, мыслей, желаний, вожделений. Поэтому верующий человек призван Господом бодрствовать. И повеление Господа прямо говорит «отвергни себя». Что такое наше ветхое «я»? Это наша плоть. И глубоко исследовал великий служитель Божий, апостол Павел, естество человека. В Галатам 5 главе, 19 главе, с 19 по 21 стих мы читаем, что дела плоти известны. А не суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Даже перечислить затруднился настолько богатый арсенал вот этих негодных качеств, которые с грехом вошел в естество человека. Почему верующий человек и призван вникать в себя, исследовать себя. И это есть тот узкий путь, на который Господь нас поставил, на который мы должны отвергать себя. Ведь кто лучше нас, знает нас самих. Мы знаем себя, знаем нечистоту нашу, знаем еще склонность нашу, знаем наши слабости, но мы себя не призваны извинять. Задача верующего человека открывать свое сердце Господу и спрашивать у Господа, что Господь думает о моей вере, о моем сердце. Что хочет еще Господь сделать, какие намерения Господа еще по отношению ко мне. Взять крест свой, сказал Господь дальше, отвергнуть себя и взять крест свой. Крест это орудие казни. На кресте был распят Спаситель. К этому призваны и мы с вами, чтобы распинать нашу ветхую природу, дела плоти. Мириться с ними нельзя, ублажать себя нельзя. Только искренняя отдача Господу может побудить нас вникать глубоко в себя, исследовать себя. Почему это важно делать, не мириться с плотью? Потому что она противится духу. Она угнетает душу. Она стремится душу нашу воскресшую повергнуть в греховное рабство опять, чтобы обречь ее на муку вечную. Но мы спасаемся. Господь так говорил, убегайте от рода сего развращенного. Мы находимся в мире, в обществе, среди людей, но мы не принадлежим миру. Наше сердце отдано Господу. У нас другие цели, другие приоритеты и прекрасное будущее, которое сокрыто в Иисусе Христе. Почему Господь призывает нас потерять душу свою ради Него? Потому что Он положил за нас свою божественную душу. Потерял ради моего спасения, ради спасения каждого из нас, насадящихся здесь. И действительно, кому в этом мире дорога сегодня душа наша? Моя душа. Одному Господу. Тому, кто умирал за нее на Голгофе. Поэтому истинный душепопечитель моей души – это Господь Иисус Христос. И мне не надо стесняться открывать Ему сердце, желание, переживание, самое простое, самое, может быть, сокровенное, но оно известно уже Господу. Еще нет слова на языке, но Господь совершенно знает намерение, откуда оно в зародыши брало свое начало. Поэтому перед лицом Его все обнажено и все открыто. И верующий человек не стесняется это делать, потому что благодать Божия побуждает это делать. Душа верующего человека стремится к очищению. Апостол Петр так говорит, ибо вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Пастырь и блюститель моей души. И действительно, кому она дорога? Ближним моим, моя душа, да, родным, но больше всего она дорога Господу. Он печется о душах наших. Поэтому истинный, действительно, душепопечитель – это наш Господь Иисус Христос. Кто может сострадать нам в наших немощах, зная, как тяжело нам во плоти, какую борьбу духовную нам приходится вести? Если бы не Иисус Христос, мы бы никогда не победили ни один грех, даже самый маленький. Но благодаря Иисусу Христу мы можем побеждать. Так апостол Павел говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Иисус Христос был искушен во всем, кроме греха. Поэтому грех – это страшное зло. И он делает человека не столько виновным, сколько несчастным. Сколько в этом мире людей несчастных. За внешней оболочкой надоплоти, образованности, богатства, наслаждений стоит несчастная душа, из которой, если только заговорить о ее запросах, переживаниях, сколько в ней горечи, которая ветхая природа пытается затмить собой. Чувствование Христовы к человекам, к людям, грешникам, выражено в двух словах в Евангелии – «Увидел, сжалился». Вот это сострадание сегодня душа человека не может не чувствовать, что никто и не может помочь, как только один Господь, который сделал человека живою душою. Есть в мире такое философское выражение – «красота спасет мир». Это имеется в виду, видно, суждение по плоти – «красота спасет мир». Это замысловатое выражение. Но вот ближе к истине выражение – «сострадание спасет мир». А что относится к красоте, то, конечно, о какой красоте можно говорить, не зная истины? Истины, которая в Иисусе Христе сокрыта. Потому что говорит псалмопевец «Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих». Поэтому сегодня красоту Иисуса Христа мы и приходим созерцать в Его святой Евангелии. Евангелие благодати, Евангелие спасения нашего с вами. Поэтому души людские – это собственность Иисуса Христа. Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Настолько Бог приблизится к человеку и держит свою божественную руку, протянутую через Иисуса Христа, что если человек услышит слово Евангелие, уверует – будет спасен. Просто доступно каждому человеку. Поэтому души людские, конечно, это, как сказал один проповедник, это очень тонкий материал. Это относительное, конечно, суждение. Но как разум мог по плоти это сказать? Действительно, очень тонкое. Это духовное естество. И поступать, Господь учил учеников своих, нужно осторожно с ними. И своим служителям, предверникам, которые пропускают Господа вперед, главу церкви, Господь дал повеление – «Паси акцев моих, паси овец моих». Это собственность Иисуса Христа. А служитель всего-навсего человек, который пропускает Иисуса Христа, показывает, указывает на Него. Вот это и есть истинное служение Богу. Поэтому в церкви своей Господь питает и греет наши души своим словом. И неспроста несколько раз для учеников был глаз с небес – «Его слушайте». Много может быть советников в этом мире по плоти, мудрых людей, знающих, философий различных. Но все это человеческое, истины там мало. А вот слова Евангелия, слова Иисуса Христа, они для нас есть жизнь. Поэтому Спаситель сказал, что небо и земля придут, все материальное исчезнет, но слова мои не придут. Почему важно отвергнуть себя? Потому что ветхий наш человек – это очень ловкий актер. Сегодня в этом мире все так построено, что каждый играет свою какую-то роль. Актерское искусство присуще именно ветхому человеку. Почему Господь, когда увидел Богослову в свое время, Он прямо им сказал – лицемер. Вы очень хорошо и внешне, и эффектно выглядите, но внутренность ваша ужасная. Господь, который знал сердце человека и стремился, чтобы человек пожелал очиститься. И что есть источник спасения и очищения до ныне, он есть для каждого человека. И вообще ветхий человек, если так вникать глубже в самих себя нам, чтобы себя отвергнуть, это личность действительно многогранная и глубоко религиозная. И он есть самый страшный враг для души. Ничто не представляет подчас внешней опасности, как наше «я» ветхое, которое не открыто пред Господом. И Мартин Лютер так и сказал, это его выражение такое, сильно меня впечатлило, что своего ветхого «я» я боюсь больше, чем папу римского его кардинала, потому что во мне живет предатель. Всегда в обществе людей можно видеть людей, ищущих и желающих спасения. Мы видим, как даже талантливые по плоти люди пытались исправить пороки общества через острое перо сатиры, классики пытались бичевать. В частности, такой есть писатель, как Гоголь, который в мертвых душах очень хорошо показал персоналы действительно ветхой природы человека, когда добрые начинания только на устах были у людей, но их жизнь, их служение людям были притворными, фальшивыми. Вот так сказано там о попечителе, может, кто помнит, персонаж богоугодного заведения. И он там показывает, что это было, видно, медицинское учреждение, в котором больные мрут, как мухи. Это впечатляюще, конечно. Этот человек, когда пытался исследовать общество, его пороки, бичевать, пришел к выводу, что это тщетно. И он обратился к Богу. Почему я говорю и называю его имя с кафедры? Потому что в энциклопедии Бракхауза я прочитал эту правдивую историю последних дней жизни этого человека. Он обратился к Богу, покаялся. И его видели молящимся в храме. И в рукопись второго тома «Мертвых душ» он просто сжег, уничтожил. Ну, естественно, его считали как человека, который свихнулся. Но это понятно. Мир только так и может сделать вывод. Мы в Слове Божьем находим, что много в Слове Божьем нам говорится о людях, которые заботились и при поставленном Богом были заботиться о душах людей. Это были служители Божьи. Меня впечатляет в Ветхом Завете личность Моисея. Действительно, как он любил народ свой. Как он становился в пролом, когда грозила гибель. Он был действительно для меня, вот этот образ Моисея, истинный душепопечитель в Ветхом Завете. Потому что он готов был душу свою положить за народ свой. Когда Бог уже видел, настолько народ развратился и хотел уничтожить. И я не представляю, если бы Бог уничтожил народ свой, что бы сейчас было? Была бы цивилизация, был бы прогресс, но Моисей заступился. Если нет, то и меня изгладить с книги жизни. Вот истинный патриот человеческих душ, служитель Божий. Как важно, чтобы те, кто заботится о душах, хорошо знали свою душу. Чтобы они постоянно уделяли ей внимание. И тогда из опыта своей души, своего общения с Господом, можно передать и людям других, как хорошо с Господом. Как-то после евангелизации к одному служителю подошел слушатель и, обращаясь к пресс-фитеру, произнес «Святой Отец, разрешите к вам обратиться?» Но служитель Божий кротко ответил «Есть только один отец для всех людей, который на небесах». Нужно сказать, как в религии сегодня очень популярным стало, что людям открывать нужно сердца. То ли исповедальня, которая существует в православии, в католических храмах. Человек рассказывает и перечисляет свои грехи. Сердце знает горе души своей, да, знает человек грехи. Но только исповедать их надо Господу. Тому, кто прощает грехи, кому поистине дороги наши души, их, который хочет очистить нас от всякого греха. Мы видим, среди апостолов была несчастная душа Иуды. Он был апостол Господа. И когда совесть пробудилась у него, когда душа его металась в агонии, искала выхода с тридцатью серебряниками в руках, он метался. Что делать? И выход был для него. Любой ценой найти Господа, пасть к Него ногам и покаяться. В глубоком раскаянии раскаяться пред Господом. Почему я допускаю эту мысль? Потому что Господь тогда обратился мне, когда он воины со светильниками шли в сад. Друг. Господь еще давал ему шанс, возможность. Говорил ему как к другу, что я все-таки твой друг. Не враг, который обманул тебя и прельстил этими серебряниками. Кто перерывал дружбу первый? Не Господь. Он готов до конца дружить с человеком. Если только мы не изменим ему. Он никогда не изменится. Он самый лучший друг. Но трагедия Иуды в том, что он пошел каяться не пред Господом, а пред первосвященниками, старейшинами, у которых в самих руки были в крови. Поэтому сегодня для нас с вами эти слова пусть прозвучат предостережением того, что мы все-таки еще на пути, что во плоти не живет наше ничего доброго, что нам нужно вникать в себя, в учения, продолжать заниматься, пока еще мы живем, пока дыхание в нашей плоти. Потом Господь говорил, что в этом мире материальном, где мы живем, много соблазнов для верующего человека. Но все это надо отвергнуть. Отвергнуть себя, не любить мира, не того, что в мире, любить Господа. Нужно сказать, что кто любит Господа, так говорит Писание, тому дано и знание от Него, и вера укрепляется Господом. Господу просто и легко общаться с искренним сердцем. Пусть Господь благословит нас с вами держаться нашего пастыря доброго всем сердцем. Душа наша искуплена, принадлежит Господу. Пусть радость спасения наполняет нас постоянно, потому что мы знаем, что мы странники на земле, что наша жизнь идет к концу. Сегодня стало известно о том, что одна из наших сестер уже на пороге вечности. Господь заканчивает ее земное странствование. С неба прозвучит глаз, как мы знаем, возвратитесь, сыны человеческие. Это Божье определение. Это прекрасное мгновение для верующего человека. Жил с Господом, радовался благодати Его и увидеть Его в небесной славе, таким, как и Он есть в своем небесном естестве. Пусть Господь укрепит и нашу с вами веру, чтобы мы были верны до смерти. Так говорит Слово Божие. «Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни вечной». Будем держаться в вечной жизни, как и апостол Павел призывает. Держись в вечной жизни. Это есть даже и с избытком. Фактически, что живем во плоти, то живем верою. Вот и все достоинство, что во плоти живет Господь. Она должна быть храмом живущего Духа Святого, который наставляет нас на всякую истину. Пусть истина Божия живет в нашем сердце. Пусть укрепляется вера наша, как и говорит в Солом 22, что пастырь добрый подкрепляет и наши с вами, как Давида, душу, направляет меня на стези правды ради имени своего. Да благословит нас всех Господь и укрепит нашу здравую веру. Быть верным Ему до конца во всем. Слава Ему. Аминь. Помолимся, Господи. Господь наш, мы славим Тебя, благодарим, что Ты пастырь добрый, верен в Своих обетованиях, что сегодня, Господи, для нас Евангелие живое слово, которое сегодня испытывает сердца наши и направляет нас на стези правды ради имени Твоего. Ты открыл нам истину, Господи, и она возвышает нас. Вера дает нам знание, Господи, знание абсолютной истины, когда мы можем приближаться к Тебе и испытывать, Господи, Твою волю благую, угодную, совершенную и немощи свои открывать, Господи, и просить помощи и защиты, потому что наша душа дорога Тебе, дорога цена уплачена за наше спасение. Укрепи мою веру, Господи, чтобы мне правильно совершить свое поприще на земле, сколько Ты назначил на земле, чтобы еще, Господи, сделать что-то доброе в служении ближним моим, церкви Твоей, семье моей. Помилуй, Господи, наших неспасенных детей, которым истина посеяна, на которых враг обольстил на грех, и они в рабстве. Если Ты освободишь, Ты сказал, то истинно свободны будут. Даруй эту жажду освобождения еще многим сердцам детей, верующих родителей, за которых молятся, за которых, Господи, скорбит наши души. Но Ты сказал, чтобы мы бодрствовали сами и молились, и не унывали, с надеждой возлагали на Тебя, потому что Ты печешься о нас и о наших телах, и о наших душах. Благослови, Господи, еще слова истинные, которые будут слышать, сердцем принять их, и стремиться, Господи, быть ближе к Тебе, исполняя волю Твою благую. На помощь Твою надеемся. Благодарим Тебя, Отца, Сына, Духа Святого. Аминь. Мир вам. Моя проповедь, пожалуй, будет продолжением предыдущей проповеди. Я продолжу тему о душе. Прочитаем из Псалма 102. Первые несколько стихов с 1 по 5. Псалтырь. Псалм 102. Псалм Давида. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется подобно орлу юность Твоя. Я уверен, что многие из нас знают наизусть этот отрывок. Он вдохновляет, правда? Он бодрый, заряжает позитивом. Как вам кажется, в каком настроении был Давид, когда написал этот Псалом? Наверное, в самом благодушном, да? В радостном. Наверное, вот-вот только что Бог простил все его беззакония, исцелил все его недуги, избавил его от могилы, венчал его милостью и щедротами. Вот-вот только что обновилась его юность, подобно орлу, и вон под этим впечатлением, на радостях, у него такой Псалом вылился. Может быть так? Но вот есть одна странная деталь в этом тексте, необычная. Кому обращается Давид этими словами? К Богу или к окружающим, или к кому? Посмотрите. К своей душе. Он говорит это своей душе. Говорит, благослови душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. То есть, мы наблюдаем, как царь Давид здесь немножко разговаривает сам с собой. Для чего он это делает, мы выясним. А сейчас прочитаем еще. Один текст, похожий. Я думаю, что он на ту же самую тему. Евангелие от Луки, 9 глава. От Луки, 9 глава, стихи 43-44. 9, 43-44. И все удивлялись величию Божию, когда же все дивились всему, что творил Иисус. Он сказал ученикам своим, вложите вы себе в уши слова сии, сын человеческий будет предан в руки человеческие. этот небольшой диалог, небольшой фрагмент, он находится в очень большой по событиям 9 главе от Луки, Евангелие от Луки. Она просто насыщена важнейшими событиями. Что было? Иисус отправляет апостолов на миссию, они возвращаются, свидетельствуют. Потом, после этого, насыщение пяти тысяч человек, после этого преображение Иисуса Христа, вслед за преображением, еще происходит исцеление бесноватого человека, после этого идут вопросы и ответы, Иисус разговаривает с учениками о важных моментах учениях, они делятся своим опытом, что происходило у них на практике, и так далее. И так произошло, что этот отрывок, он оказался как будто бы вообще не в теме этих событий. Вот посмотрите. Только что Иисус сумел выгнать беса из человека, а учеников это не получалось. И вот когда Он сумел это сделать, то, тут мы читаем, все удивлялись величию Божию, и когда они этому удивились, Он вдруг им сказал, вложите вы себе в уши слова сии, сын человеческий будет предан в руки человеческие. Там дальше 45 стих, Лука объясняет, но они не поняли слово сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о сем слове боялись. Следующий 46 стих, пришла же им мысль, кто бы из них был больше. И так, то, что им Иисус сказал, в самом деле показалось для них странным и неожиданным, и они даже побоялись об этом спрашивать. Остались спрашивать о том, что им пришло на ум. Кто бы из них был больше? Вот это им на ум пришло. Это они сразу, их это очень забеспокоило, и они спросили, кто бы из нас был бы больше. А вот эту истину, которая показалась бы для Иисуса крайне важная, потому что Он выразился прям так, вложите вы себе в уши слова сии. То есть, прям несколько экспрессивно тогда звучит. Не просто запомните, или просто вот послушайте, а вложите в уши. То есть, Иисус очень хотел, чтобы ученики просто заставили самих себя это запомнить, об этом начать думать, что это очень важно. И Иисус никогда не говорил просто, как говорят с бухты-барахты, что не относилось бы к контексту событий. Оно очень даже относилось. А относилось примерно в том, что ученики были в недоумении, как так, они недавно прошли практику, где исцеляли больных, изгоняли бесов, а сейчас они опять столкнулись с таким провалом. У них не получилось вдруг. И такой неловкий момент. И Иисус их укорил, и Он выразился очень так, ну, нелестно, о том, что Он находится среди них, и они не способны это сделать, как будто бы на самом деле Иисус ожидал, что они это сумеют сделать, а они вдруг не сумели. Ученики прославляют Бога, говорят, «От как хорошо!» Они удивляются величию Божию, а Иисус как будто бы даже несколько расстроен. И, наверное, то, когда Он потребовал вложить в Себе эти слова, что «Сын человеческий будет предан в руки человеческие», это был ответ на их неуспехи, учеников. Это был им урок для того, чтобы они все-таки достигли определенного уровня, который они не взяли прошедшей практикой, который они не взяли в случае с этим бесноватым. И мы наблюдаем о том, что их забеспокоило о том, что кто бы из них был бы больше. И Иисус приводит им дальше опять пример, 47 стих, «Иисус же, видя помышления, сердце их взял в дитя, поставил его пред собою и сказал им, «Кто примет сие дитя во имя Мое, тот Меня примет, а кто примет Меня, тот принимает пославшего Меня, ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». определенная истина заключалась в том, что Сын Человеческий будет предан в руки человеческие. Ученики были охвачены мыслью, как бы нам достичь таких же результатов, как бы нам научиться, ведь мы же ученики, тому же, что делает Христос. И их направление мысли шло так, как им подсказывала просто их душа. Добиться чего-то, стать лидером, определиться, кто из нас здесь ниже, кто из нас здесь выше. «Как мне проложить дорогу среди своих товарищей и вообще в этом мире? Может, локтями сталкивать немножко, может, что-то предпринять такое, может, больше тренироваться, может, почаще выступать надо или еще как-то? И таким образом придет успех. А Иисус им говорит, что «Да, я вам покажу немножко секрет успеха». Показал секрет успеха на этом дите и показал секрет успеха. Он заключался в этой формуле, что «Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Что, когда Иисус Христос пришел со своим величием, со своими способностями, может показывать такие результаты, Он говорит, Он не говорит, Он дает понять, что все это величие, оно не достигается тем путем, как у людей. Оно никогда твоя собственная душа, твои собственные мысли тебе не откроют этот путь, а откроет только Бог, откроет только смирение перед Ним. И тот факт, что Сын человеческий будет предан в руки человеческие, это как раз показывает смирение Иисуса Христа перед Богом. Он не боится того, что он окажется преданным в руки человеческие, потому что он выполняет Божью волю. Он не боится того, что ему придется умереть, потому что его слава не в том, как на него будут смотреть люди, его слава не в том, как оценят его, а в том, что он делает то, чего хочет Бог, он делает то, что он услышал от Бога, и не важно, логично это или нелогично, не важно, что показывает опыт других людей или кто пытался пробиться в этом мире, устроиться. Так происходит, что свойства нашей человеческой души, они постоянно идут в борьбе с Божьим откровением. Так происходит, что когда мы слышим Божье Слово, нам приходится взвешивать, или я буду слушаться своего собственного опыта, или я буду строить свои собственные суждения, или я поверю Богу, хотя это кажется неразумным. И для этого и заключается назидание. то есть нам может казаться так, что мы получая назидание, это просто строим себе определенные такие настроения, или слушаем что-нибудь, что приятно нашей душе, а на самом деле назидание это когда мы ломаем свои собственные стереотипы для того, чтобы строился Божий план в нашей жизни. Свойство нашей души таково, что она часто, во-первых, она склонна к лени, она боязлива, она боится что-то потерять. И мы сегодня слышали о том, что кто хочет сберечь душу свою, тот потеряет ее. Не бойтесь потерять, не испытывайте этого страха, или, например, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, или во что вам одеться. Опять же, душа подает эти сигналы, душа подает голос, а как же так, а без меня все вкусное съедят, а нужно где-то схитрить. Вот сейчас народ стоит перед этим искушением, заполняет налоговые декларации, думают, ну как так, сейчас что-нибудь напишу такое, потом отмолю, а как по-другому, да? То есть и приходится тоже такие стоять перед выбором, послушаться, что душа тебе говорит, или чему учит Бог. Советский поэт Николай Заболоцкий очень метко написал стишок, не позволяй душе лениться, чтоб в ступе воду не толочь, душа обязана трудиться, и день, и ночь, и день, и ночь, гони ее от дома к дому, тащи с этапа на этап, по пустырю, по бурелому, через сугроб, через ухаб, не разрешай ей спать в постели при свете утренней звезды, держи лентяйку в черном теле и не снимай с нее узды, коль дать ей вздумаешь поблажку, освобождая от работ, она последнюю рубашку с тебя без жалости сорвет. Не буду читать все стихотворение, но вот интересно то, что хотя поэт был советский, ему за то, что он задумывался о душе и писал, ему пришлось пройти с этапа на этап, и он был репрессирован, потому что приходится платить, если ты работаешь над своей душой, если ты духом побеждаешь свою душу, то ради этого приходится идти на жертвы, но это жертвы, которые стоят того, это хорошие, правильные жертвы. Еще приведу пример о том, как реагирует человеческая душа на Божье Слово, это в Евангелии, можно в 17-й главе прочитать, но там события, вы знаете, когда Павел пришел в Афины и стал благовествовать язычникам, построил такую замечательную проповедь, чтобы найти подход к ним, к идолопоклонникам, и они сказали такие слова в 20-м стихе, «Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши, посему хотим знать, что это такое». Души слушателей были привлечены чем-то интересным, их души откликнулись на что-то любопытное, на то, что они до сих пор никогда не слышали, им показалось, вот здорово, такого мы еще не слышали, сколько мудрецов здесь ходит, ну-ка, дай-ка послушаем человека. И казалось бы, ну вот, отреагировала душа на Слово Божие, а потом они услышали о суде, о воскресении мертвых, о том, что придется дать отчет тому неведомому Богу, и их души стали говорить им, давай, наверное, в следующий раз, и начались насмешки, и перехотели, интерес на этом закончился. Люди не захотели принести в жертву истине побуждение своей души, души ленивой, души неверной, души боязливой, души недоверчивой. Вот то, что происходит как раз с людьми. Нам постоянно, когда мы совершаем это назидание здесь, в церкви или дома, или каким-то другим способом, нужно иметь в виду, что это не просто формирование какого-то настроения, я еще раз это подчеркну, у нас был пример, моя мама подругу привела в церковь, с работы подруга была, женщина, и она так легко прижилась, сразу стала ходить на собрания, и ходила продолжительное время, и песни пела, и с таким, с чувством все это переживала, испытывала, прошло там больше года, наверное, точно, и к ней подошли, сказали, ну, как, ее даже уже сестрой называли, ну, она не калаялась, ну, знаете, вот в последнее время как-то так заглаженно происходит, когда люди в церковь приходят, может, незаметно говорят, может, ты уже хочешь и крещение принять, она, о, нет, 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 я, говорит, и стали с ней разговаривать, а в чем же дело, мы видим, что ты не пропускаешь собрания, ты так, ну, прям верующий человек с виду, она говорит, понимаете, я хожу в церковь просто для души, мне нравятся эти песни, послушаю, так легко на душе, так приятно, ну, так хорошо, я испытываю такой, знаете, стресс снимаю, ученые говорят, что молитва снимает стресс у людей, это полезно, вот поэтому как бы и молиться тоже хорошо, но, говорит, я не готова идти на какие-то жертвы, чем-то обременять себя, если я приду в церковь, это же придется себя чем-то обременять, для чего мне это, это не очень то и нужно, и так происходит, что люди просто не хотят нести креста, они боятся неизвестного, им кажется, что Бог их где-то обманет, и поэтому может у людей и отношение к вере, к Слову Божию и к Богу, оно примерно такое, что я прихожу зарядиться позитивом, я прихожу что-то, ну, почувствовать, что-то, какое-то успокоение, есть, ну, прямо некоторые люди просто об этом только и говорят, что главное в церкви это то, что мир приходит в сердце, и мир, приходящий в сердце, это описывают не больше, чем просто эмоциональное состояние, мир в сердце, эмоция, такая эмоция, умиротворенности, хорошо, сбил депрессняк, что там было на неделе, и можно дальше жить, как живешь, а мир, как владение Бога, как разрешить Богу дать право жить и участвовать, и, ну, распоряжаться твоей жизнью, ну, это уже, это слишком, это уже, как бы, какое-то бремя. есть люди, которые могут показаться несколько страдными, я знаю одного, который сказал, что я не собираюсь умирать, говорит, слово Божие вообще не учит о том, что мы умрем, во всяком случае я, говорит, если бы я это слышал от человека полуграмотного, я бы, наверное, взялся бы с ним спорить, но он сам преподаватель, преподает богословия, он сам содержит, можно сказать, библейский колледж, ему уже далеко, как за 80 лет, он приводит такой текст, ну, пример из первого послания фессалоникийцам пятой главе, вы, наверное, помните, когда Павел говорит о том, чтобы мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших и так далее, да, 17 стих, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ним восхищены, будем на облаках в средине Господу, и как бы объясняет таким образом, смотрите, первые христиане, они верили, что пришествие будет при них, и вообще, Павел, может быть, он и знал, что он умрет, или не знал, что умрет, но говорил о своей жизни так, как будто бы он точно будет среди оставшихся в живых, поэтому, говорит, я себе избрал такое жизненное кредо, я буду жить так, как будто бы я не умру вообще, он в своей церкви заявил, кто из вас закупил на кладбище к землю, поднимите руки, там подняли руки, он говорит, вот вам неделя сроку, продайте эти ваши земли, принесите мне деньги, потому что он занимается служением, он спонсирует, собирает пожертвования для того, чтобы спонсировать учебные заведения в России, в Украине, а сам он живет в Канаде, этот человек, то есть, можно было бы поспорить и сказать, ну как ты не умрешь, все умрем, привести ему доказательства и так далее, но вот это вот, скажем так, заблуждение, оно помогает ему приносить плод в преклонных годах, он уже плохо слышит, он уже плохо видит, но он упрямо продолжает заниматься тем, чем будет заниматься, и если он и умрет, он умрет за делом и не будет жалеть. Некоторые люди себя похоронили, им еще жить и жить, и они уже заглядывают в яму для чего-то, и кажется, что все, на этом закончилось. Как мы настраиваем свою жизнь? Каким образом? Вот, Давид в этом псалме, он и говорит своей душе, своей душе, может, я не прав, но я так подозреваю, что на самом деле ничего этого не было у него, не было у него приподнятого настроения, потому что он внушает своей душе, благослови душа, Господа, не забывай, он тебя прощает, он тебя исцеляет, он юность твою обновляет, он насыщает благами желание твое, он внушает, он заставляет свою душу, чтобы та начала работать в Божьей программе, чтобы душа начала жить так, как Бог хочет, а не так, как хочет сама душа. Он избавляет, как там, избавляет от могилы жизнь твою, избавляет от могилы, значит, избавляет от могилы. И может, для кого-то это кажется кощунственно, но Давид это говорит своей душе, чтобы она думала именно так, не как-то, не по-другому. И в этом есть определенные добрые, как бы, ключ к тому, чтобы было, если мы смотрим здесь в Евангелии от Луки для учеников, для того, чтобы они поняли всю идею, для чего Иисус им все преподает, для чего Он столько долго с ними ходит и как их результатов Он хочет от них добиться, что для того, чтобы расти духовно, для того, чтобы добиваться результатов в своей духовной жизни, для того, чтобы одерживать победу, надо иногда просто вкладывать себе в уши то, что не вкладывается себе в уши. Он говорит, вложите себе в это уши. У меня совсем другие принципы, у меня совсем другие приемы. Учитесь у ребенка, кто из вас меньше всех, вот тот будет большим. Они ему тут же говорят, мы видели человека, который не с нами, он не из нашей секты оделает, исцеляет или твоим именем изгоняет бесов. Какой-то чужой, какой-то он не наш. И многие другие суждения мы можем прочитать до конца, если 9 главу от Луки трижды приводят пример, как люди хотят следовать за Иисусом, он им говорит о жертвах, на которые придется пойти. И это совершенно неожиданные жертвы. Они обескураживали умы людей. И это правильно, что обескураживали. Научиться назидать себя, это значит научиться ломать свои представления, свои настроения. Это значит научиться заставлять себя просто думать по-другому. Я прочитаю еще отрывок, который все мы хорошо знаем. Евангелие от Матфея 11 глава 28 30 стихи «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго моё на себя и научитесь от меня, ибо я круток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго моё благо, и бремя моё легко». Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, а конец их путь в погибель. Вот сейчас мы наблюдаем, следим за новостями, за нашими земляками, что там в Украине. Казалось бы, сколько можно наступать на одни и те же грабли, как можно построить себе счастье на людской крови. Никогда этого не было, никогда ничего хорошего этим не добивались люди. И вдруг возникают такие вдохновители, «А на этот раз будет, а теперь получится, а давайте вперёд!» Не хотят учиться благости Божьей. Кажется им, что на этот раз прорвёмся, кажется им, что на этот раз построим мы наш, мы новый. Всё будет, не будет, опять всё плохо закончится. Мы об этом молимся, надо не забывать продолжать об этом молиться. И Иисус здесь говорит, что «Иго моё благо, и бремя моё легко». Не надо бояться, что мы обременим себя, если выберем Божью волю. Не надо бояться, что мы обременим себя, если в чём-то себя ущемим, в чём-то себя обделим, если в чём-то заставим свою душу, как Заболоцкий говорит, гонять её по сугробам, по буреломам, не давать ей спать, заставлять её трудиться. В этом Иге, в этом бремени будет лёгкость, в этом появятся хорошие, добрые результаты. Это не просто такая, знаете, такие разговоры, что оторваны от жизни. Посмотрим ещё раз, обращая внимание на девятую главу, были вполне конкретные жизненные нужды. Во-первых, множество людей нуждалось в пище. Этот вопрос решил Иисус. Во-вторых, у человека больной ребёнок, скорее всего, бесноватый, да, здесь говорится, бесноватый, это тоже жизненно. Это у нас не просто какие-то отвлечённые разговоры, когда мы говорим о назидании, что нам теперь будет легко на душе и радостно, и весело, и всё такое. А мы сможем как-то влиять на ситуации, которые окружают нас в жизни. Мы сможем исполняться Божьей силой для того, чтобы что-то переломить, для того, чтобы когда душа или окружающие люди, или ещё кто-то говорит, не бывает такого, не может быть, а ты вложил себе в уши, может быть, с трудом вложил. И однажды это включилось и начало работать. Пусть Бог благословит нас в этом. Вот какие есть большие преимущества, большие перспективы, и какая высокая ценность того, чтобы брать на себя этот крест, для того, чтобы потерять свою душу ради Иисуса Христа и Евангелия. Об этом давайте мы сейчас помолимся. Аминь. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твое Слово, потому что без Твоего Слова мы бы жили так, как кажется нам правильным, а конец такой жизни смерть. Твое же Слово нам иногда трудно понять, оно иногда не вмещается в наши умы, но его плод жизнь вечная. Я молюсь Тебя о том, чтобы каждый, кто прислушивается к Твоему Слову, обнаружил то, что до сих пор ему было трудно принять, или ему казалось это поэтическим или образным выражением, пусть примет это как истину и руководство к своей практической жизни, потому что в этом Твоя слава и в этом Твоя воля, да будет воля Твоя во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.